Это была чистая провокация грузинских властей. Власть в Грузии есть официальная и неофициальная. И неофициальная – это Бедзина Иванишвили, который захватил все государство. Вероятно, это было его решение инициировать такую провокацию с таким законом. Поэтому очень хорошо, что жители Грузии показали, что они готовы защищать свой путь к Евросоюзу самым решительным способом. Но мы не должны быть наивными. Это не первая подобная провокация и, вероятно, не последняя, когда правительство предпринимает все меры, чтобы создать для граждан Грузии препятствия на пути в Евросоюз. Поэтому мне сложно предсказывать, как ситуация будет развиваться. Я не считаю, что партия «Грузинская мечта» сделала какие-то выводы из произошедшего и будет менять свою политику. Правительство временно, а значит и препятствия грузин на пути к ЕС тоже временно. Я бы назвал это стилем Кремля, говорить одни вещи, а делать совершенно другие. Они знают, что они делают. Они знают, что такого рода провокации и такое поведение по отношению к политическим заключенным, как, например, по отношению к Михаилу Саакашвили или Нику Гврамии, абсолютно противоречит тому, что требует ЕС, а именно преодолеть политический раскол и деполитизировать судебную систему. Они делают все наоборот. Поэтому для получения Грузии статуса страны-кандидата недостаточно просто внедрить какие-то технические правила ЕС в области, например, санитарии или что-то такое. Нет. Если Грузия не может показать базовые европейские ценности, если Грузия не может совпустить все те 12 условий, которые поставила Еврокомиссия, особенно первые условия касательно преодоления поляризации в политической жизни и деолигархизации политики, то я бы предполагал, что какие-то странные участницы ЕС или Еврокомиссия просто вынесут по Грузии негативные решения. Я говорил о европейском плане развития демократии. Я сказал, что со стороны ЕС, помимо поддержки Украины и победы Украины в борьбе с российской агрессией, мы должны также думать о том, как помочь белорусам и россиянам вернуть их страны к демократии, потому что это основное условие для устойчивого мира на европейском континенте. Сейчас этот мир оказался под угрозой в основном из-за авторитарной России. Это то, что НАТО написало в своей декларации в прошлом году, и это абсолютная правда. Если мы хотим сдерживать эту угрозу и защищаться, НАТО уже делает это. Мы должны помогать Украине обороняться и усиливать возможности НАТО. Это все так, но чтобы полностью избавиться от этой угрозы, в наших интересах найти возможность увидеть демократическую Россию. Демократии не воюют друг с другом, это основное условие. Возможно ли это? Есть много мнений, в том числе и здесь, в Европарламенте. Я среди так называемых верующих в то, что Россия и Беларусь могут стать демократиями. Я надеюсь, что еще в своей жизни я увижу эти изменения.